В селе Октябрьское Горьковского района на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Альпийский» прошел второй этап по лыжным гонкам Третьей Всероссийской зимней универсиады. Соревнования стартовали 23 января. В наш регион приехали спортсмены из Республики Алтай, Бурятии, Забайкальского края, Иркутской, Томской, Кемеровской, Новосибирской и Омской областей. В первый соревновательный день прошли индивидуальные гонки классическим стилем. У мужчин на 10 километров, у женщин на 5. В прошлом году эта трасса была увеличена. Сегодня ее протяженность 10 километров усложнена на большими подъемами до 12 метров. Омская лыжница Оксана Усатова подтверждает высокое качество трассы. И это мнение двукратной чемпионки Всемирной универсиады 2013 года. Сегодня Оксане нет равных в индивидуальной гонке. С лучшим результатом 14 минут 44 секунды она обошла спортсменок из Красноярска и Новосибирска. Здесь все начиналось, скажем так. Я помню еще самый первый сбор, мой самый первый сбор. Начинался здесь, это летний сбор. Здесь еще практически ничего не было. Было просто стадион и лес. И сейчас, конечно, очень приятно видеть, что все развивается. В отличие от женской, в мужской гонке омичи не смогли подняться выше шестой позиции. Здесь первые места распределились среди иногородних спортсменов. Победитель, прошедшего недавно в крутой горке чемпионата сибирского и дальневосточного округов Андрей Мельниченко, не смог справиться с альпийской трассой. Здесь он финишировал лишь третьим. Ушел по трассе как бы ровно, соперника все видел. Ну, лыжи чуть не сработали. И, получается, сопернику катался все дальше и дальше. Ну, догоняющих, которые отстающих были, догонял. Лидером мужской гонки стал студент Кемеровского государственного университета Владимир Каркин. Трасса как бы здесь тяжелая, большинство равнины. Поэтому везде приходится работать. Вот я два года назад здесь на этой дистанции проиграл секунду, как бы на последнем отрезке. А в этом году немножко по-другому распределил силы. И мне удалось победить. Соревнования подобного уровня – это высокие требования к лыжной трассе, проживанию и питанию спортсменов. Силами регионального Минспорта и администрации Горьковского района организация соревнований отвечает запросам Лыжной Федерации России. Поэтому и проводятся этапы универсиады на этой базе уже в третий раз. Надеюсь, у организаторов и у нас все получается. Я думаю, в области нету таких условий для комфортного проживания, для такой трассы. Я вот сам сколько ездил по всем соревнованиям, нигде нету такого, что вышел с спального корпуса, перешел буквально 20 метров и пробежал. Работа была проведена очень большая. Проводили несколько оргкомитетов. Хотелось бы поблагодарить, естественно, прежде всего, Горьковский район, что такое соревнование принято. В результате трех соревновательных дней в финал универсиады вышли команды, занявшие первое и второе место в общем зачете. Честь представлять родной вуз и регион выпала сборным Красноярска и Кемерово. Продолжение следует...